наше пир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям демократы в конгрессе периодически опять вспоминают выборы шестнадцатого года утверждают что трампу помогли так сказать путин и его спецслужбы большинство демократов в этом убеждено и некоторые новотрамперы тоже ну а тут появились новые новые данные новая информация да если мы отвлечемся от той тек страстей что бушует вокруг эпидемии совсем отвлечься увы не получится и посмотрим на жизнь политическую то обнаружим что за последние две недели случилось связано с этими выборами которые мы никак не можем тоже оставить позади три события два из которых весьма значительные на самом деле которые очень сильно меняют устоявшиеся точнее даже не устоявшиеся вбиваемые мейнстримными сми установки одно по большому счету малозначительно но как вы сами догадываетесь все заголовки мейнстримных сми они были забиты вот этим самым третьим событием а то что важно это надо было поискать и естественно что не его трампер и демократа все это игнорируют как и положено а зря потому что игнорируют не только они но и к сожалению те люди которые вне соединенных штатов пытаются следить за политической жизнь я благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и переходим к делу но начнем с того что по большому счету смысла не имела вообще смысла если уж честно сказать не имел последний доклад комитета сената по разведке потому что смысл этого доклада был в общем то в том чтобы подтвердить факт вмешательства россии выборы и все и на самом деле этот доклад должен был состоять из одного слова да ну может из одного предложения да вмешательство было и все все уже это поняли все это знают и о чем вообще тут говорить смысла нет но поскольку в этом докладе хотя там чуть ли не половина сколько там 150 кажется страниц или что-то около того там огромное количество замазанного засекреченного того что еще нельзя и так далее там подобное но тем не менее так как основной смысл этого доклада был в том что да разведка оценка развед сообщества связанная с вмешательством россии выборы она оправдана и таким образом сенат с ней согласен точнее комитет сената то естественно это было подано прессой как все путин помог трампу ура сенат это признал да еще и комитет во главе которого технически говоря республиканец бер однако если вы покопаетесь в этом докладе или по крайней мере понимаю что это довольно тяжкое дело в его комментаторах осмысленных то вы увидите что доклад это набор абсолютно каких-то обтекаемых и безликих реплик то есть да комитет комитет по разведке считает что оценка была представлена да комитет считает что оценка о вмешательстве она соответствует действительности да разведка предоставила данные о том что где-то наверху в российском правительстве считали что трамп лучше но никаких данных о связи при словутом колюжине нет это даже в докладе написано на это ваше внимание никто не обратил а то что автор доклада когда пишут о том что вот даем были представлены данные о предпочтении путина клинта к трампа клинтон в опорожении президента они даже не пишут согласны с этим или нет они просто указывают что это было в документах все и черт говорю доклад смысла не имеет вообще он повторяет все то что мы уже знали ну и да позволяет средства массовой информации порадоваться и указывает на то что когда республиканец влипает в скандал то это всегда чревато весьма дурными последствиями а берр который этот комитет возглавляет но вы помните что с ним это весьма нехорошая история когда он акции продавал до имея данные о надвигающейся эпидемии и в связи с этим люди не особенно склонны конспирологии полагают что он скован там по рукам и ногам чтобы еще какие-то скандалы не вылезли и на самом деле демокомитетом управляет демократ вордер так что повторяю еще раз в этом докладе особого смысла не было когда хорошо что он подтвердил что россия вмешалась но мы это все уже и так знаем другое дело что в докладе упоминается о том что вот это самое досье стила пресловутая она для оценки разведсообщества серьезную роль и не играла но тем не менее было задействовано где-то там в приложении однако с пресловутым досье стила связана вторая наша история и она-то как раз серьезная и ее выявили два тоже республиканцы грасли который может мы не всегда говорим хорошо и джонсон с джонсоном кстати смешная как смешно это к вопросу об интересных исторических совпадениях джонсон республиканец из висконсина штата маккарти и он возглавляет тот же самый комитет который возглавлял маккарти но под другим названием и вот сейчас джонсон оказался как ни странно в сходном положении потому что он обратил внимание общественности пусть общественность привычно смотрит сейчас другую сторону по ряду причин на факт весьма серьезной дезинформации со стороны российских спецслужб и российского правительства вместе с грасли тем самым а именно они добились того что некоторые фрагменты из доклада хоровится который мы много раз тоже говорили но который тоже выходил сильно замазанный как засекреченный еще не время и так далее там подобное вот они добились того что некоторые моменты были так называемые эти сноски да футноут что они были рассекречены и опубликованы и увидели мы весьма неприятную картину а именно что когда мы оставляем сейчас стороне вот эту самую оценку развед сообщества к ней мы еще вернемся здесь речь немного о другом а именно на основе чего фбр добивалась от этого суда и добивая файса да суд который связан с развед делами добивалась ордеров на слежку и прослушивание того самого пейджа и компании предвыборной трампа вообще что вот здесь мы видим при там требовании ордеров при их обновлении и всего что с этим связано как раз досье стила свою роль играла но проблема в том что это досье но уже теперь точно мы видим она была не просто набором какой-то ахинеи и заведомых вымыслов но она вполне осознанно рулилась из москвы из кремля или из лубянки или оттуда и оттуда сложно сказать потому что вне всякого сомнения вся информация которая там была она вся последовательная дезинформация нацелена на дестабилизации обстановки соединенных штатах и более того это тоже в докладе имеется что человек ну или один из источников или возможно даже главный источник стила он не просто человек из системы кремлевской но он еще и как раз сторонник президентства клинтон был тогда наверное сейчас остался то есть перед нами вполне осознанно и в общем то людям знакомым советской да и российской системой дезинформации операция совершенно знакомая когда вбрасывается через своего двойного агента информация и и она дестабилизирует обстановку в обществе и к сожалению в этом российские власти добились немалого успеха как все мы видим но что хуже это то что фбр оказалось их сообщником для меня тяжелый удар говорю вам совершенно откровенно и пусть это пафосно прозвучит к фбр я всегда относился очень хорошо и более того исторически фбр это была организация более консервативная но в этой ситуации мне к сожалению нечего сказать в их оправдание потому что если вы имеете на руках твердое подтверждение того что досье есть вброс враждебные спецслужбы и опираетесь на них то к сожалению возможно там какие-то до сложные построения бюрократические и шпионские контрразведывательные но вот я их не вижу извините я вижу то что фбр оказалась пособником российской разведки в данной ситуации и поспособствовала тому что в общество был внесен серьезный раскол и с этим надо разбираться и на и репутации фбр это останется к сожалению не те надуманные обвинения 60-х 70-х которые левые лепили что якобы гувер там кого-то преследовал сажал и так далее а именно помощь к сожалению вот российским действиям ну надеюсь фбр справится и как-то это заразу все-таки отринет но на данный момент это есть и следующий момент в котором уже мы говорим с вами о цру и как ни странно цру который до в котором работали в многие деятели консервативного движения но как раз цру исторически считается либеральной организации благодаря далесу во многом ненавидимому левому что самое смешное но вообще вот как мы теперь видим в ситуации нынешней цру какие-то свои игры есть и они в ряде случаев позволяют цру выглядеть в более выгодном свете чем фбр во первых появилась подряд что тоже кстати интересно я не склонен к тому чтобы говорить что все люди которые когда-то работали в цру они продолжают там работать но то что определенные связи и какая-то синхронизация в действиях наверное есть но есть такое выражение правда но как раз для старых црушников old boys network я думаю что все таки она сохраняется потому что уж очень это выглядело тоже скоординировано но в данном случае скоординировано в хорошем смысле потому что сначала появляется интервью дэниела хоффмана хоффман я у него не рассылался это человек который был резидентом цру в москве при обаме и который вообще известен своей критикой джона бреннана и выпустив в своем интервью нужное количество стрел в адрес бреннана что там нельзя вообще допускать до телевидения потому что у него сейчас нет уже былого доступа а он себя ведет так как будто бы он все знает и дезинформирует опять же американцев что бреннан это благодаря бреннану нанесен серьезный урон вере в цру вообще и сам разговор о российской опасности за бреннана обесценивается это все слова хоффмана повторяю резидента цру в москве но еще хоффман делать интересные замечания именно что бреннан обладал очень дурным качеством а для человека возглавляющего серьезную спецслужбу вдвойне дурным это то что при когда он получал определенную информацию то не на основе ее он выстраивал какие-то свои выводы а все что у него было он подгонял под уже существующий вывод хоффман об этом сказал именно так и чуть ли не на другой день появляется статья фреда флайтса фред флайтс я про него мне раз тоже говорил человек который 25 лет работал в разведке и в цру и военной разведке был аналитиком он был в команде болтона когда болтон был советником по национальной безопасности и его периодически называют теперь уже нет кандидатом на называли кандидатом на пост главы разведки при трампе так вот флайтс помимо того что подвергает критике доклад сенатского комитета о котором я уже сказал делает следующие заявления которые по большому счету это эффект должны были иметь бомбы разорвавшиеся а именно он говорит что исходя из того что знает он флайтс исходя из своих контактов и из контактов которые у него были в комитете палаты представителей по разведке но еще той поры как там нунес работал помните то он может сказать совершенно точно следующее что вот это вот оценка развед сообщества даже если она и верна я имею ввиду российское вмешательство но она на самом деле не вполне законно потому что если берется оценка очень по по всем самым по всем направлениям а это серьезное направление это действительно угроза национальной безопасности то там должны работать эксперты всех агентств всех 15 16 разведслужб которые в соединенных штатах действуют а бреннон привлек только три а именно цру фбр и агентство по национальной безопасности и скажем в разведку военную который наверняка тоже соображает что и как он привлекать например не стал возможно пометую о том что там был хорошо нам знакомый флин какое-то время кстати об этом флайтс не написал а может поможет подумать мы целый ряд других разведслужб брендон тоже не привлек и более того как сообщать нам флайтс на основе своих данных и на основе данных комитета по разведке палаты представителей у бреннона были данные о действительно том что в российском правительстве хотят видеть трампа но они подавались как слабая информация а были и другие данные а именно о том что в российском правительстве считают что клинтон гораздо предпочтительнее для путина потому что клинтон она знакома администрация клинтон предсказуемо она будет продолжением администрации обама и то как путин достаточно успешно вертел обамой в ряде случаев и пользовался пресловутой перезагрузкой и беспомощностью предыдущего президента все это вполне бы перетекло в администрацию клинтон тогда как трамп вне зависимости от того что он сам думает и вне зависимости от его там отношений к путину почти наверняка его кабинет будет менее предсказуемым и так как трамп связан с консерваторами республиканцами ястребами в том числе среди которых ну да есть сторонники дружбы с путиным но преобладают более разумные люди и скорее всего они станут людьми в окружении трампа то есть ястреба то значит президентство трампа российскому режиму не выгодно и такой такая выкладка разведывательная была что с ней сделал бреннон вы догадались он ее проигнорировал несмотря на то что в цару оперативники и аналитики более низшего звена они возмущались они протестовали но делать ничего изменить ситуацию не смогли тем не менее сейчас это вышло наружу мы это видим и здесь я не могу так глубоко залезать со стороны в спецслужбы но есть в этом такой знаете какой то интересный момент что ну тот же флайт признает что несмотря даже на все усилия администрации президента и на то что гринелл там тоже старается и пытается разведку привести в божеский вид но как бы то ни было что ведущая бюрократия в своем по преимуществу и в фбр и в цру но остается достаточно либерально однако люди из более далее и низших звенья звенья до звенья власти и управление в цру они судя по всему не просто так это делают и есть у меня такой осторожный оптимизм что кажется аналитики в цру то считают что трамп должен выигрывать обязательно раз сейчас накануне выборов они начинают такую информацию сбрасывать и озвучивать ее и через своих людей будь то хоффман или флайтс делать ее достоянием общественности да к сожалению все равно на первых страницах у нас доклад который я сказал большого смысла не имеет но как бы то ни было то что разведсообщество которое кстати про хиллари ведь сбрасывал определенную компрометирующую информацию в шестнадцатом году те же самые оперативники аналитики которые были недовольны ее обращением с документами и политизации спецслужб а если действительно несмотря на все те безобразия что себе позволяют бреннан и уже с ним и то чем себя запятнал фбр но адекватные люди в спецслужбах они все-таки свою роль сыграют то возможно спецслужбы удастся вернуться к их той роли которые они должны были играть ну посмотрим но сам по себе тот факт что такие люди в спецслужбах остаются это все-таки оптимизм я думаю внушает смотрим что будет дальше возможно когда улягутся страсти с эпидемии когда будет расследование даром а завершено и вообще ближе к выборам люди которых я возлагаю некоторые надежды как вы поняли из цруда из фбр нам еще какую-нибудь информацию предоставит которая поможет левую повестку дня если не сокрушить то по крайней мере подточить и шансы левых притекласть свести к еще большему минимуму ну если такое вообще возможно здесь я пожалуй молкну если сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово ну честно говоря у меня нет особого оптимизма по поводу фбр кристофер эй по моему мог бы занять более такую решительную позицию но похоже что республиканцам порой даже не удается получить те документы которые они пытаются затребовать и я не знаю я не знаю честно говоря окей давайте мы сделаем перерыв небольшой после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час иван днисов телефон студии 847 400 5200 и вот эти звуки которые вы слышите это не трактор это у нас компьютер один вдруг так заработал такое впечатление что трактор заводится удивительные вещи теперь немножко о другом новая или давайте примем звонок сначала а потом продолжим добрый день пожалуйста добрый день скажите а вот она на одной из последних пресс-конференции тарап сказал что он не может утвердить своего начальника разведки что за этой фразой стоит это первый вопрос и второе он так же последний раз заявил что ведутся того что пресса ведет себя ужасно а он отказывается в дальнейшем проводить эти пресс-конференции ваше реакция на это его высказывали я одобряю потому что если я наблюдал это это было издевательство над президентом а послушаю да спасибо вам но с начальником разведки там понятно что ему упорно мешают и в любом его кандидате видят политизированного поэтому трампу действительно сложно я например считаю что гринелл хорошо справляется и надо его оставить тем более вроде бы и в разведке опять по некоторым данным если я не могу точно судить но им более менее довольны и те назначения которые гринелл делает своих заместителях и на какие-то ведущие посты они встречают одобрение в общем пока я думаю не надо искать никого другого того же флайца может не стоит трогать хотя я бы хотел его видеть но тут понятно любое назначение трампа на такой пост будет вызывать отторжение кодс был все-таки более компромиссным кандидатом с гринеллом так что касается пресс-конференций но не знаю что и как мне они нравились потому что было видно что трамп он действительно страной положением дела заобочен но понятное дело что любой его фразу серьезно он ее хотел сказать несерьезно он ее хотел сказать пытался он так разрыть обстановку или еще что-то сделать что все будет использовано против него и при таком давлении которое да я понимаю президент сам выбрал свою участь сам выбрал свою судьбу и всегда надо быть готовым что или война или что-то случится но все же наверное имеет смысл ему действительно не то чтобы совсем отказаться но может делать их не такими частыми а кого-то уже пробовать вместо себя выставлять потому что прессу конечно ставить на место надо но понимать что любое слово трампа может быть использовано против него кстати говоря как в той формулировке но это тоже надо поэтому я его понимаю но все-таки думаю что он от этого не откажется полностью добрый день пожалуйста в эфире алло здравствуйте 7 лет тому назад заметил до выборов мэра Нью-Йорка газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью о том что кандидат в мэры Деблази посетил Никарагу и нелегально Кубу и тем не менее у него тогда не было серьезных конкурентов он по массу прошел в замке и сегодня спустя 7 лет мы видим что уроки Фидели Кастро не прошли даром и коммунизм нас убеждает вовсе в Нью-Йорке вот и то же самое можно сказать и о Хиллари Клинтон и других которые скажем так вели себя нехорошо по отношению к нашей стране вот а вот ничего по этому поводу наши республиканцы не могут поделать и вот вы надеялись надеясь на то что вот это расследование грехом к чему-то приведет а мы уже далеко-далеко в этом сомневаемся потому что нам кажется лично мне что наши спецслужбы не служат интересам нашей страны а являются карательным органом демократической партии спасибо да спасибо но я все-таки не думаю что все настолько далеко зашло да проблемы были и есть и еще раз повторяю тоже ЦРУ это всегда была организация либеральная вопреки тому что ее там так демонизировали те же левые но как бы то ни было Брэннон я могу добавить где был Хилари его который вообще-то коммунист бывший и вряд ли бывший кстати говоря а может еще и мусульманин и тоже вряд ли бывший так вот что вся эта публика она действительно портит я не хочу сказать что даром опубликует результаты расследования всех посадят жить будет хорошо нет конечно но то что перед выборами это может иметь некоторый эффект я рассчитываю только на это что касается карательности спецслужб вот сейчас то мы видим что и без спецслужб к сожалению левые власти левые губернаторы политики и левые СМИ они управляются очень даже неплохо к сожалению для всех нас Добрый день пожалуйста Здравствуйте я не знаю может быть не по теме у меня такой вот вопрос на многих русских сайтах по телевидению присутствуют украинские как бы украинские люди которые отстаивают они отстаивали Порошенко раньше сейчас они Зеленского и они ведут себя так как будто они в наймах или в рабах у этих пропагандистов это же относится и к человеку который представляет Израиль непонятно кто это Кедми тем он занимался и чем тоже это есть и другие есть такие люди я считаю что они отрабатывают свои деньги где-то живя под лестницей где-то в Останкино и самое главное что это их пропаганда которые они настолько занимаются такой низкой пропагандой Украины вот ну Кедми это вообще нападает на Америку и так далее я бы хотел бы чтобы вы дали оценку этим людям и почему их вообще можно они ничего не поставляют никакие украинские СМИ что это за люди как бы вы их называли каким словом я не хочу сказать телевидение не смотрю и никому не советую этого делать потому что это сплошная пропаганда естественно что пропаганда не может вам выставлять только людей которые представляют единую Россию говорят что мы любим Путина мы вы все вы все такие сяки Путин лучше всех нужны либо представители других стран которые тоже любят Путина либо представители других стран которые должны быть выставлены полными идиотами негодяями и так далее чтобы их было проще ненавидеть вот вся эта компания я сейчас не буду пускаться в то что у нас пишут в сети что они все получают большие деньги изображая из себя идиотов или врагов или еще кого-то все такое я это не могу подтвердить но то что это совершенно точные элементы большой российской пропаганды это само собой просто не тратите на них свое время мой вам совет добрый день пожалуйста в эфире добрый день добрый день я хочу вас спросить коронавируса 19 это значит что был изобрено в прошлом году это первый вопрос а второе куда смотрела разведка почему они не доложили сразу что такое произошло в Китае что это опасно спасибо я послушаю я про происхождение вируса тут не буду ничего судить но по-моему да в этом дело ну с разведкой там тоже такая это ерунда есть данные что они у них были сведения есть другие что у них не было сведений понимаете во всех случаях связанных с приближением катастрофы будь то пёрл харбор будь то 11 сентября будь то нападение вьетнамских войск когда там в 68 году во всех этих случаях данные всегда есть вопрос в том кто их объединит в единое целое и второй вопрос кто убедит начальство в том что все эти разрозненные сведения они действительно оправдаются представьте себе вы человек который работает в цру вас там террористы еще кто-то и тут вам говорят что какой-то грипп изобрели в китае если съешь летучую мышь то заболеют все и страна будет поставлена на грани экономического кризиса вы подумаете ну может быть а правда что правда что ли съедят летучую мышь и такую будет да нет это преувеличение отложим будет более серьезный момент мы так этим делом и займемся в цру и в любой разведке мира поверьте мне ну я судя по тому что перелопатив некоторое количество литературы и документов по этой теме рассекреченных естественно даже хотя люди занимающиеся аналитикой должны быть готовы к самому страшному увы у каждого человека есть психологический барьер и у людей в разведке он тоже есть они не могут иногда допустить что такое возможно я думаю с вирусом подобная ситуация добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день добрый здравствуйте а вот меня не понять извините вот говорят что версии миллион можно придумать что коронавирус пошел из китая а почему то в соединенных штатах сам больше инфицирован вот это мне объяснить ну это как раз очень просто потому что увы нет нужного контроля за границами есть огромное количество китайцев среди которых есть вполне достойные люди я ничего не говорю и есть те самые города убежища где вообще непонятно кто находится и все это должно было выстрелить поэтому в некоторых штатах где хоть какие-то правила иммиграционные соблюдаются там относительно я повторяю спокойная обстановка а где как в Нью-Йорке где по-моему вообще никто не следит ну вам виднее кто там живет кто туда въезжает а кто приезжает вот и происходит то что происходит ну а теперь о новой реальности и нужна ли она да знаете вот когда нам начинают теперь рассказывать что давайте признаем что мир никогда не будет прежним и нам нужна новая реальность то мне сразу становится как-то очень не по себе и тот уважаемый слушатель сказал что откуда ковид 19 мне вспоминается граффити на стене что ковид это 1984 на самом деле потому что нас всех загоняют в условия полного контроля и более того та самая пресса и те самые демократы ну и некоторые республиканцы все они за это выступают это поддерживают то есть нет сидите дома не выходите смотрите телевизор тупите заверите мы за вас позаботимся то что мы видим сейчас это это никакая не новая реальность реальность она или есть или ее нет и когда начинаются вот подобные разговоры я ну вспоминаю что никогда они к ничему хорошему не приводили нам обещали новую реальность в семнадцатом году нам обещали новую реальность в восемьдесят пятом году ну там тоже кое-что это еще куда не шло ладно но тоже было много нехорошего наконец нам обещали новую реальность и в две тысячи восьмом устами обама тоже согласитесь как-то не очень получилось и поэтому когда сегодня люди должны решать когда мне выходить из дома я понимаю это для вас тоже актуально куда мне выходить из дома я повторял но я это буду повторять пока это сохранится и еще возмущается что если я высказываю неудовольствие то значит я хочу чтобы вокруг меня все умерли то есть извечный принцип и сначала эмоции потом обвинения демонизации и так далее и тому подобное то мне все это не нравится и если дело будет доходить до каких-то процессов показательных противников карантин то я не удивлюсь к сожалению но это не то чего мы все хотим сейчас элита как находится в очень хорошем положении Нэнси Пилойза нам показывает холодильник забитый мороженым звезды говорят я их не смотрю к счастью достают всех видео как они страдают в своих особняках ну и замечательно правительство решает какие люди должны работать какие не должны работать деньги которые в правительстве денег не бывает а сами будут решать кому их давать кому их не давать не тем кто для зарабатывания а вот правительство будет решать кто и как будут делать и И есть возможность, даже при том, что я сам большой поклонник федерализма, и чем больше людей на местах есть власти, тем замечательно, но сейчас мы видим и обратную сторону этого. А именно, когда опьяненные властью либералы, вопреки слову либералы, они превращают свои штаты просто в какие-то удельные княжества и делают там то, что хотят. В Европе происходит то же самое. И у нас то же самое. Что взбредет в голову мэру Москвы завтра, мы не знаем. И ту историю, которую вы наверняка слышали, когда пропуска привели к давкам и столпотворению в метро, и якобы это должно было быть борьбой против эпидемии, но, скорее всего, ей помогло ее развитие, вы об этом тоже слышали. То есть эксперименты над людьми тоже все в духе социалистов. Все работает. Как говорил опять незабвенный Черчилль, та его знаменитая речь, что где социализм, там всегда гестапо, но под самыми красивыми лозунгами. То есть заботиться о вашем здоровье. Заботиться хорошо не о вашем, а о здоровье окружающих. Но вы под полным контролем. И когда, я опять обращаюсь к вашему опыту, некоторые губернаторы, там, по-моему, главе с КОМа, предлагают свою программу открытия экономики, точка катастрофы, там десятки тысяч агентов, которые не с ЦРУ и не с ФБР даже, как я понимаю, а просто какие-то специальные силы, которые будут следить за перемещениями людей, кто отсутствует, кто присутствует, кто там, кто не там. То есть Оруэлла такого и не видел даже. И это, к сожалению, происходит в Америке и в Европе. Ну, в Европе-то там понятно, что все плохо. Хотя поведение британцев меня сильно разочаровывает, конечно. Но в Америке я вот этого, я, конечно, не ожидал увидеть. Хотя всякое бывает. Посмотрите на мой любимый Тайвань. Там, по большому счету, эпидемия на данный момент, я не могу обещать того, что будет завтра-послезавтра, всякое бывает, но она сведена на нет. Там полторы недели, нет ни одного нового случая местных. Да, там был момент, когда корабль вернулся из плавания, и на его борту оказались зараженные. Но, повторяю, вот он вернулся, их тут же быстро окружили, отвели в карантин, и сейчас и там уже нет. Полторы недели, это серьезно. Нет местных случаев. Общий набор, там, по-моему, меньше 500. Умерших меньше 100. При этом сильно меньше. И никаких ограничений, уровней тех, что были в Европе и в Америке, нет. При этом Китай, вот он, рядом. И взаимодействие Тайвань и Китая, при всей их враждебности, оно очень сильно отлажено. И хотя я восхищаюсь тайваньцами, те, как они с этим разобрались, но мне немного обидно, что это Тайвань, а не Соединенные Штаты, где соблюдают свободу личности. При этом, как я вам говорил, научились-то и на Тайване, и в Японии свободе личности именно у американцев. И именно американские советники помогали Чан Кайши, в том числе, да, прежде всего, консервативные. И мы видим, к чему это привело. А вот к чему привело в Штатах, тоже, к сожалению, видим. И я, конечно, желаю, чтобы консервативные силы и дальше сопротивлялись. И меня радует, что республиканцы в местных законодательных собраниях бьются с губернаторами. В Пенсильвании, я знаю, проводятся законы, проекты, которые требуют, даже ставят губернатора Вулфа перед фактом, что надо открывать то-то и то-то и то-то, но он там пытается сопротивляться. В Висконсине губернатору Эверсу на него подали в местный Верховный суд с требованием ограничить его полномочия, его приказ, вот этот вот stay at home. И вот это, конечно же, такое противодействие, оно меня радует. Более того, заметим, Кемп открыл штат, и, кстати говоря, с целым рядом Джорджи, поправок, там достаточно серьезные требования для тех, кто будет открывать свое бизнес-предприятие, его заклеймили позором. Рядом в Колорадо, ну как рядом, я имею в виду тоже в Штатах, в Колорадо Поулис, Джаред Поулис, такой либертарианский демократ, редкая птица, но тем не менее, тоже почти в точности программу Кемп повторил, его не трогают. Тоже так в двойных стандартах. Ну и вы можете мне, конечно же, сказать, а как же быть с тем, что вот безопасность и так далее, и тому подобное, и что вот вы, дескать, то есть я выступаете там за жесткость по отношению к террористам, к коммунистам, к исламистам и так далее, я вам так скажу, что когда я точно знаю, что есть определенная группа людей, которые хотят вас убить, и которые хотят уничтожить вашу систему, да, с ними можно бороться порой весьма жесткими методами. Когда жесткими методами борются с людьми, которые, может быть, когда-то подхватят болезнь, а может не подхватят ее заразить с кем-то, я здесь разницу вижу очень серьезно. И поэтому, полагаю, можно вполне выступать за ужесточение мер по борьбе с террористами, коммунистами, исламистами, как угодно пусть они себя называют, и выступать против того, что мы видим сейчас. Более того, в американской юридической системе есть этот прецедент. Это дело 1856 года, Верховный суд штата Нью-Йорк, дело народ против Питера Роффа, Роффа сбежал из-под карантина. И судья Бёрдсай, хорошая фамилия, кстати, Линдс Бёрдсай, как, да, птичий глаз, он в своем заключении написал, что когда карантин подразумевает ограничения в правах всех больных и здоровых, то это есть нарушение всех существующих норм и законов. И поэтому несоблюдение такого карантина не является преступлением, и он оправдывает Роффа. Да, я знаю, многие мне могут опять же возразить и сказать, что есть дело уже Верховного суда Соединенных Штатов 1905 года, Джейкобсон против Массачусетса, где говорится, что безопасность людей в случаях кризиса здравоохранения не может подвергаться угрозе, и в таких случаях штат имеет право предпринимать некие полицейские меры. Там речь шла о вакцинации. Но сторонники этого решения забывают, что судья Харлан, его написавший, заканчивал словами, что действия штатов не должны быть репрессивными и не должны доходить до абсурда. В таком случае необходимо вмешательство. А то, что мы видим сейчас, повторяю, когда не дальше столько-то от дома, только туда, только сюда, как хотите, это абсурд. И именно об этом Харлан и предупреждал. И если, например, я согласен, человек, который является заразным, его имеет смысл изолировать, и, к сожалению, его права нарушить. И в этом смысле решение суда 1905 года, прошу прощения, оно, конечно, оправдано. То, когда мы говорим о домашнем массовом аресте, то здесь должно работать решение 1856 года. Пусть оно и старое, но оно в этой части ни в коем случае решением года пятого не перекрывается, по моему убеждению. Так что демократы, либералы, социалисты и все остальные будут стараться использовать эту систему для того, чтобы заполучить над нами, над нами, не только над вами, полный контроль и систему всю перекроить под себя, нельзя им давать этого делать ни в коем случае. Ну и, конечно, помнить, что есть элементарные правила гигиены, поведения и ответственности, которые никто не отменял вне зависимости от эпидемии и вообще от нашей жизни. Мнение мое такое, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово, хотя времени, к сожалению, мало. Спасибо огромное, Иван. На этом, пожалуй, будем заканчивать, тем более, что мой компьютер продолжает... Слышите эти звуки? Да, ну, видите, у нас каждую неделю какие-то технические проблемы. Один из десяти компьютеров вдруг забастовал и начал работать, изображать из себя трактор. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok